Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и сами я, Артур Идиатуллин. Ключевые моменты сегодняшнего обзора. Банковский регулятор Турции продолжает делать послабление для банков и он разрешил реструктуризацию долгов без mark-to-market процедуры. Что это такое, расскажу позже. Также он повысил лимиты на валютные свопы для банков. Суд из мира отказал в обжаловании приговор американскому священнику. Динамика экспортных цен в США должна стать неприятной новостью для Трампа. В Великобритании наблюдается снова разрыв между оплатой труда и потребительской инфляцией. Фунт разочарован сегодняшними данными по инфляции. Американский институт нефти докладывает о росте запасов в США. Витяй, соответственно, отреагировал снижением на данной новости. Турецкое правительство решительно отреагировало на тарифы против США, удвоив пошлин на автомобиле до 120% и на алкогольные напитки до 140%. Данная мера стала следующим этапом эскалации противостояния между двумя союзниками НАТО, что, однако, можно назвать выстрелом себе живного. Эти тарифы приведут, прежде всего, к повышению цен на турецкий импорт из США и добавят проблем к борьбе с высокой инфляцией, которые в годовом выражении составляют около 100% сейчас. Президент Артаган также призвал к бойкоту американских электронных изделий, среди которых основной жертвой, скорее всего, выступит продукция компании Apple. Среди мер банковского регулятора Турции также хотелось отметить разрешение банкам реструктурировать долги, закрыв глаза на дефляцию их активов на рынке. Это и есть марк-то-маркет процедура. Подобная ситуация наблюдалась после ипотечного кризиса в США, когда банки накопили на балансе активов большое количество неликвидных бумаг, обеспеченных неликвидной ипотекой. По сути, регулятор сейчас позволяет отложить проблемы, связанные с плохими долгами, в долгий ящик и его можно приравнять к количественному смягчению, только без аккумуляции активов на балансе турецкого банка. Также регулятор повысил лимиты на валютные свопы, что является адекватной мерой для экономических агентов, которые сейчас сильно озабочены валютными рисками. Напомним, что валютный своп представляет собой операцию одним и тем же активом, но с разными датами. Обычно это операция на спот-рынке, то есть покупка и продажа и соответствующий форвард-контракт. Например, у турецких банков сейчас мог вырасти спрос на форварды доллар-турецкая лира, которые, собственно, пытаются перестраховаться от дальнейшего снижения лиры. Турецкая лира, как видите, отреагировала ростом, она кратковременно преодолевала сегодня отметку в 6 лир за доллар. Сейчас также стоит внимательно следить за судьбой американского пастора Эндрию Брансона, который находится в заключении в Турции. Этот дипломатический тупик, собственно, и стал причиной резкого ухудшения отношений между двумя странами. Турецкая газета сообщила, что суд из мира сегодня отказал в обжаловании приговора, однако надежда остается на касационное производство. Вашингтон заявил, что не собирается делать уступки или идти на переговоры, чтобы договориться об освобождении священника. Месть торговых партнеров США за тарифы постепенно находит выражение в динамике импортных и экспортных цен в США. Если мы глянем отчет Департамента труда, то можно видеть, что у нас представлены данные за июль, они показали, что импортные цены ускорили рост до 4,8% в годовом выражении. Это максимальное значение с февраля 2012 года. В то же время экспортные цены, исключая топливо, упали на 0,5% в июле. И в комбинации с укреплением доллара, который хорошо проявился с начала августа, этот удар для экспортеров США станет еще более болезненным. Только из-за июля выручка компании, если складывая дефляцию товаров, сельскохозяйственных товаров и плюс укрепление доллара, их прибыль могла просесть на 1%. Большая часть проблем пришлась на сельское хозяйство, где падение цен составило 5,3%. Падение внешнего спроса из тарифов на соевые бобы урезало цены на угрожающие 14,1% в июле. По сравнению, положение экспортеров усугубляет и рост стоимости кредита, поэтому в ближайшие месяцы просадка экспорта, вероятно, найдет выход в снижении найма. Начнется, естественно, с сельском хозяйстве, что не отражается в отчете по несельскохозяйственному сектору, но с некоторым лагом это будет просматриваться и в других тесно связанных с сельхозом отраслях. Например, в отрасли, выпускающие соответствующее оборудование, которое использует сельскохозяйственная отрасль. В общем, для Трампа будет печально затягивать тарифные войны, поэтому, на мой взгляд, скорость администрации посыпется новость о грядущих компромиссах с партнерами. Данные по инфляции в Великобритании, вышедшие сегодня, данные по потребительской инфляции у нас оправдали ожидания, но розничные продажи, как видите, у нас ускорились на 3,2% в годовом выражении в июле, в то время как оплата труда, которая у нас вышла во вторник, показала, что оплата выросла всего на 2,4%. То есть, наблюдается вот этот большой разрыв, который ухудшает покупательную способность потребителей в Великобритании. Проблемы в потреблении, вероятно, сдержат амбиции Банк Англии по повышению ставок. Фунт у нас сегодня в минусе, как раз-таки из-за этой слабой статистики. Данные по запасам от американского нефтяного института. Запасы сырой нефти выросли на 3,6 миллионов баррелей, против ожиданий в минус 2,5 миллиона баррелей. Запасы в Кушинге у нас выросли на 1,64 миллиона баррелей, в то время как прогноз составлял у нас всего лишь увеличение на 500 тысяч баррелей. В целом, на фоне сообщений, что даже несмотря на откат тарифной угрозы Китая на нефть, на американскую нефть, китайские НПЗ все равно не рискуют сейчас заключать контракты, так как, вероятно, власть, есть вероятность, что власти Китая могут передумать. Поэтому снижение спроса стороны главного покупателя, скорее всего, будет и дальше выражаться в устойчивом росте запасов и тянуть цен на американский сорт вниз. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в пятницу.